Это кадры запуска Союза ТМА-13М. Так начинается 39-я экспедиция к Международной космической станции. На борту трое. Американец Грегори Вайсман, немец Александр Герст и командир корабля Максим Сураев, Россия. Человек уникальный. Это первый космонавт-блогер. В интернете много роликов, которые он сделал из космоса. Называется все это «Новости из невесомости». Здесь Максим Сураев рассказывает о том, как живут космонавты. Рассказывает доступно и интересно. Поскольку в невесомости все равно, где спать, поэтому спальные мешки у нас находятся на стене. Мы спим на стене. Есть иллюминатор, что очень удобно. И в отличие от американских кают, которых нет внутри иллюминатора, можно уединиться и посмотреть на прекрасные виды Земли через иллюминатор. Они нам очень завидуют, кстати, по этому поводу, что у нас кают, есть иллюминатор. Зрители нашей телекомпании уже могли видеть Максима Сураева. Он один из героев фильма «Звездный город», который снимал наш коллега Сергей Чуянов еще в 2000 году. Сейчас у нас идет изучение системы управления бортовым комплексом. И я считаю, что эта система занимает одной из главных и является одной из самых важных систем транспортного корабля. Обаятельный, артистичный человек с таким острым умом. Сейчас это уже герой России. В космос летит не в первый раз. Когда фильм только снимался, Чуянов и предположить не мог, что когда-то Сураев вообще окажется в космосе. Когда я увидел Максима, я прямо закричал, господи, старый знакомый. Потому что, правда, мы снимали 14 лет назад, когда он был совсем молодым юношей, когда только он начинал еще учиться на космонавта. И вот увидел уже, когда он в космосе оказался. Фильм, кстати, на ННТВ выходил неоднократно. Еще бы, с такой-то рецензией. Мы серьезно там поработали. Вот я уж не зазнайка, но в конце работы начальник Центра подготовки космонавтов, дважды герой Советского Союза, Климук, сказал своим коллегам, вот сразу видно, что Чуянов всю жизнь космосом занимается. Хотя я занимаюсь всю жизнь культурой, а не космосом. Союз уже пристыковался к МКС. Экипаж пробудет там до ноября. Поэтому будем ждать от Максима Сураева новых историй о космосе. Александр Быков, Сергей Таиров. Объективно ННТВ. Продолжение следует...